Друзья, добрый день! Это канал Диктатуры Закона. Меня зовут Жасулан, это Кайрат. И сегодня, по вашим просьбам, мы поговорим с вами о пособиях, которые причитаются многодетным семьям. Расскажем, какие выплаты и есть ли смысл рассчитывать на спецспособия. Мы собрали для вас всю доступную информацию, от банально известной до скрытой от глаз народа. И лично мы были удивлены. Обо всем этом в этом выпуске. Итак, поехали! Друзья, на самом деле, сегодня в Казахстане существует разного рода пособий. И в основном это пособия по уходу за ребенком до одного года, адресная социальная помощь и специальные государственные пособия многодетной семье. Остановимся на последнем. Официальный интернет-ресурс Акимата города Астаны сообщает, что департаментом ГЦВП и средств республиканского бюджета производят выплаты многодетным семьям. Многодетные матери, имеющие 4 и более несовершеннолетних детей, в случае оформления до 1 января 2018 года получают специальное государственное пособие в размере 4,16 месячного расчетного показателя, что составляет 10 504 тенге. И тут мы задались вопросом, а почему именно 1 января 2018 года? А как быть остальным? Что, если мать и семья стала многодетной после 1 января 2018 года? Ты на что намекаешь? Я тебя спрашиваю, ты на что царская морда намекаешь? Данный вопрос мы разобрали из позиции закона и с юридической стороны. Для этого мы обратились на сайт Аделер. Это информационно-правовая система нормативных правовых актов Республики Казахстан, где согласно закону Республики Казахстан от 5 апреля 1999 года за номером 365 о специальном государственном пособии в Республике Казахстан, в статье 4, которая предусматривает гражданам право на пособие, пункт 10, исключен законом Республики Казахстан от 28 октября 2015 года, который вводится в действие с 1 января 2018 года. Именно этот пункт раньше предусматривал право многодетным семьям получать пособие. И для достоверности смотрим на архивную копию закона РК о специальном государственном пособии в Республике Казахстан, где в этой же статье 4, регламентирующие право на получение пособия, имеется пункт 10, который гласит К гражданам, имеющим право на получение пособия, относятся многодетные семьи, имеющих 4 и более совместно проживающих несовершеннолетних детей, в том числе детей, обучающихся по очной форме обучения в организациях среднего, технического и профессионального, после среднего образования, в высших учебных заведениях, после достижения ими совершеннолетия, до времени окончания ими учебных заведениях, но не более чем до достижения 23-летнего возраста. Однако, увы, с законом РК от 28 октября 2015 года, за номером 369В, о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам социальной защиты населения, в статье 4, подпункты 9 и 10 исключены. Послушайте, это же бред. Но ведь бред, бред, послушайте, что вы несете, что вы такое сочиняете? Ну бред же, ну бред. Между тем, сейчас интернет-пространство пестрит о новой программе адресной социальной помощи, которую все вот уже ожидают 1 апреля 2019 года. Ну, хотелось бы сказать, что это понятие далеко не новое. И считается, что это выплата в денежной форме, представляемая государственным физическим лицам с месячным среднедушевым доходом ниже черты бедности. Также разъясняется, что обусловленная денежная помощь оказывается одиноким или одиноко проживающим малообеспеченным трудоспособным лицам, а также малообеспеченным семьям, имеющим в своем составе одного трудоспособного члена при условии его участия в мерах содействия занятости. Это означает, друзья, что адресную социальную помощь получат лишь семьи, которые официально зарегистрированы как безработные, либо те, которые заключили социальный контракт. Обе процедуры проходят в центре занятости населения. Во всяком случае и положении дел совокупный доход должен быть ниже черты бедности. Министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан Бердебек Сапарбаев разъяснил порядок выплаты пособия многодетным семьям, которые передает Казинфорум. По словам министра, кроме пособия на детей в размере 21 тысячи тенге, будут дополнительные выплаты родителям. В настоящее время прожиточный минимум в нашей стране составляет 29 698 тенге. Дальше обратите внимание, речь идет не о пособиях, а об адресной помощи. Цитата. До сих пор адресную помощь получали семьи, у которых доход на одного члена превышал 50% от прожиточного минимума, то есть не более 14 849 тенге. Теперь же, в соответствии с поручением президента, этот показатель повышен до 70%, то есть до 20 789 тенге. Таким образом, если при делении общего дохода многодетной семьи на каждого человека получается меньше 70%, то есть меньше 20 789 тенге, то на каждого ребенка выплачивается пособие в размере 21 тысячи тенге. Кроме того, подлежит выплате и разница порога черты бедности. И, друзья, если говорить простыми словами, сумму заработка, которую зарабатывает семья, поделить на всех членов семьи, и если на каждого члена семьи перепадет меньше 20 700 тенге, то вы вправе рассчитывать на адресную социальную помощь. Однако, друзья, не стоит забывать, что специальное государственное пособие и адресная социальная помощь – это две разные истории, потому что это две разные выплаты и регламентируются разными законодательствами. Если специальное государственное пособие выплачивается до 18-23 лет, а то и пожизненно, то адресная социальная помощь может выплачиваться лишь до 6 месяцев. Максимум до одного года. Маловато, понимаешь? Маловато будет! А для того, чтобы оформить адресную социальную помощь, лицо самостоятельно либо от членов своей семьи обращается в Центр занятости населения по месту проживания. В некоторых случаях необходимо обратиться к Акиму сельского округа. При этом, друзья, будет учитываться доход от личного подсобного хозяйства, а при получении таких пособий нужно будет подавать отчеты и ежеквартально подтверждать право на получение таких денег. И самое важное, друзья, хотелось бы понимание того, что мы говорим об одних и тех же вещах. Когда на портале Нуркизет мы видим новость, как изменяются выплаты многодетным матерям уже с 1 апреля 2019 года, в то же время не можем согласиться с тем, что говорил министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан. Как передает Астана Казинформ, цитирую, «Для исполнения поручений президента нужно внести поправки в ряд законов. Все это будет сделано до июля текущего года. С 1 июля начнется выплата пособий в соответствии с поручениями главы государства». Пока не будет закона и не будут внесены соответствующие поправки в него, никто не может давать четкого разъяснения, что завтра будет с пособиями. Никто не может гарантировать выплату пособий до 18 лет. И никто не может толковать закон, которого еще нет. Все наши доводы исключительно из формальных соображений. И они могут разниться с официальной точки законотворцев. На этом, друзья, мы с вами прощаемся. Подписывайтесь на этот канал. Мы обещаем вернуться к этому вопросу. Спасибо, что смотрите. Всем удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok